Кикбоксинг В нашем виде спорта упор делается на гибкость, ловкость, чуть-чуть больше, чем на силу. Хотя сила тоже очень важна. А имейте в виду психологические качества какие-то? Ну, безусловно, это чувство лидера, ответственность. То есть, наверное, эмоциональная устойчивость. Ну, как-то так. Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва ЦСКА по боксу и кикбоксингу. За год ее существования здесь было подготовлено немало выдающихся бойцов, чемпионов страны, Европы и мира. Практически все, кто приходят сюда заниматься, связывают свою жизнь с кикбоксингом. А многие достигают реальных спортивных высот. Желание узнать что-то новое. Потому что на тот момент я даже не знала, что такое кикбоксинг. Мне просто сказали, что это борьба. И мне очень стало интересно попробовать себя в виде этого спорта. Я очень довольна, что выбрала этот вид спорта. И надеюсь, что продолжу дальше в нем существовать. С 6 по 14 сентября в итальянском курортном городе Римени состоялось первенство мира по кикбоксингу среди молодежи и кадетов, собравшие юных спортсменов из более чем 50 стран. На этих соревнованиях сборная команды России вновь показала высокий класс спортивного мастерства и доказала всему миру, что она команда номер один. Немалый вклад в победу внесли воспитанники Орбейской школы кикбоксинга. В составе сборной команды России приняло участие 10 спортсменов ЦСКА самых разных возрастов. Были представлены возрастные группы от младших юношей, то есть это возраст 10-12 лет, до юниоров, то это возраст до 19 лет, 18 включительно. Среди этих 10 спортсменов были все возрастные группы, выступили на самом деле беспрецедентно здорово, то есть из 10 человек 6 вернулись с медалями. Из особых, самых ярких достижений турнира я бы отметил то, что впервые в истории российского кикбоксинга нашего раздела Point Fighting был отмечен российский финал. Причем этот российский финал в свою очередь стал еще и финалом ЦСКА. Пройдя по 4 боя в финале весовой категории 47 кг возрастной группы старшие юноши встретились два наших армейца, это Григорий Лангава и Данил Соколовский. Действительно очень высокое достижение и опять же впервые в истории. Второе очень значимое событие это то, что по результатам, по итогам чемпионата мира выбирается лучший боец дисциплины, в частности Point Fighting. И тоже впервые был назван наш спортсмен как раз Григорий Лангава. Это непередаваемые ощущения, большая радость, что ты победил, что целый год ты готовился не зря, что ты наконец добился чего хотел. Много непередаваемых ощущений, много эмоций, много нервов, волнений. Сегодня поклонников у кикбоксинга ничуть не меньше, чем у признанного миллионами людей бокса. Ведь он постоянно эволюционирует, вбирает в себя новые умения и приемы, создает из человека грациозную машину для спортивных поединков. Тем временем юные армейские кикбоксеры готовятся к новым соревнованиям. Они всегда нацелены только на победу, и этот настрой помогает им добиваться высоких результатов. Субтитры создавал DimaTorzok